Перелезание через препятствия, другими словами волтинг, смена положения оружия в руках, изменение эффекта бейсбола. Это то, про что мы поговорим в этот раз. Погнали! Начнем с волтинга. Лично мне он понравился. В управлении для этого появилась отдельная настройка, однако я ее переназначать не стал. Теперь всякие бордюры, невысокие заборы, персонаж спокойно может переступить или же перелезть. Это в особенности полезно, если ты находишься в каком-нибудь кусту и оттуда выпрыгнуть не получится, тогда перелезть это самый лучший выбор. Также запрыгнуть на какой-то объект, это намного громче, нежели просто вылезти. Даже на стриме я уже умудрился использовать данную фишку для того, чтобы победить врага, застав его врасплох. Однако использовать волтинг на бегу, это не всегда хорошая идея. Очень часто это будет либо тормозить тебя, либо вообще жестко багать, и ты будешь застревать на одном месте. Поэтому очень неплохо было бы, если бы БСГ добавили быструю анимацию, когда ты делаешь что-то на бегу, как это реализовано уже в других играх. Напоминаю про бусте, где ты найдешь регионы для фарма, кучу контента, разбор всех механик игры и все по низким ценам. Насчет смены положения рук. Это очень круто, реально. Теперь куда лучше можно выглядывать из-за угла, из-под левой руки. И со стороны это тоже выглядит интересненько. Пик из-под левой руки с наклоном без наклона выглядит лучше, и из положения сидя тоже выпикаете так удобней. Но есть один камень преткновения. Когда из нормального положения рук после шифта ты вскидываешь оружие, оно нормально себе вскидывается, и ты сразу же можешь стрелять. Но если будешь ты держать с левой руки все, то тогда есть лишнее дерганье, которое забирает время. А это очень плохо, потому что ты не сможешь вылететь из-за стены на спринте и сразу же начать стрелять. Однако смена положения рук все равно очень полезная, потому что у тебя возникнет возможность просто начать атаковать из-под левой руки из-за угла. А это круто. Еще довольно странный момент. Вот допустим мы целимся с правой руки, и все хорошо. Но стоит нам переложить оружие в левую, и тут вообще какой-то бред. Мало того, что кратность стала выше, так еще и затемнилась. Также кратко отмечу, что изменили анимацию стрибы по-сомалийски. Это почти ничего не поменяло, просто немного иначе она выглядит, но чисто технически почти ничего не меняет. Ну и последнее, о чем я скажу, это переработали эффекты бейсбола. Он стал другим. Вместо того, чтобы просто в наглую уничтожать картинку и превращать ее в какое-то мыльное месиво, по виду виньетки теперь снижается насыщенность, что как по мне в разы лучше, нежели то, что было до. Ты, как всегда, можешь выразить свое личное мнение в комментариях. Я буду очень рад это почитать. Не забудь оставить лайк, подписаться на канал. Увидимся в следующий раз. Удачи!